Ом Ти Ви Юэй про Головне. У нас все равно остаются те, кто сидят, бурчат против. У нас есть там те, кто воюет, и кто их поддерживает. Есть те, которым без разницы. Гурулев обижается на 60% россиян. Им все равно на происходящее. Не помогают убивать украинцев и не протестуют против войны. Ему хочется с ними что-то сделать, но пока не придумали, что именно. Выяснилось, что для нас это проблема. Ваше превосходительство, уважаемый Александр Григорьевич. Какое превосходительство? Где ты это видишь? Позвольте от лица президента Российской Федерации приветствую. Бульбафюреру не понравилось, что его встретили в Москве словами «Ваше превосходительство». Он ожидал фразу «Ваше сиятельство». А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Ранак, ну скажите, если мы говорим об этом решении, да, Литва, которая передала документы в ГАГу о преступлениях Лукашенко, а если мы говорим о злодеяниях режима Александра Лукашенко, то каков комплекс подобных нарушений? Что мы можем внести в этот соответствующий список? Ну, конечно, у Лукашенко целый ряд преступлений, совершенных и до 2020 года, и после 2020 года. Начал он в 94-м, 5-м, захвативший власть, разогнав парламент, независимые СМИ, суды. В 99-м это насильственное исчезновение всех основных оппонентов, которые могли создать альтернативу Лукашенко. И потом это тысячи, десятки тысяч фактов арестов, задержаний, пыток. И в 2020 году мы видели пик вот этого террора, который развязал Лукашенко, воссоздав сталинскую модель управления государством. И после 2020 года он начал выдавливать из страны всех тех, кто против него. И мы говорим о сотнях тысяч людей, которые потеряли дома, которые находятся под преследованием. Их забирают квартиры, преследуют родственников, вымогают у них деньги. И людей задерживают при пересечении границы, а некоторых задерживают через системы Интерпол и другие межгосударственные розыски. И это все создает таких комплекс преступлений, за которые Лукашенко может быть привлечен к судам. И в Гаге, но также международному суду ООН. Сейчас Литва сделала очень важный шаг вперед, который дает надежду, что преступления будут наказанными. И как когда-то Милошевич закончил в Гаге, Лукашенко закончит так же. Но это также очень сильный месседж всей той номенклатуре, которая вокруг Лукашенко сейчас находится. Что у вас есть выбор. Или оказаться на той самой скамейке подсудимых с Лукашенко. Или все-таки поменять свою позицию и поддержать свободную демократическую Беларусь. А вы думаете, Франок, сработает такой подход? Мы не знаем, что сработает или нет, но вот этот призрак Милошевича, конечно, он очень ослабляет Лукашенко. Думаете, он действует? Ну, реально влияет? Вот эта перспектива им осознается? Ну, по крайней мере, по словам кажется так. Кажется, что ему же все нипочем. Я же последний диктатор Европы. И что? Ну, посмеялся, улыбнулся. Ну и дальше себе поехал. Но в его словах и выступлениях в последнее время чувствуется тревожность. Он говорил об этом уголовном преследовании в Гаге еще за несколько недель до того, как Литва подала этот иск. Понятно, что для него это такой моральный удар. Он реально боится, что дело начнется. Это сразу сделает его токсичным. Он не сможет путешествовать. В его номенклатуре начнется шатание, брожение. Потому что далеко не все поделяют там его позицию. И тем более не все поделяют эту идеологию, что Беларусь надо сдавать России. И Лукашенко чувствует вот этот стул, на котором он сидит, он немножко подшатывается. И понятно, что он еще там с 20-го года спать не может. А потом еще Пол Калиновского у него появился кошмаром. Сейчас еще суд в Гаге замаячил. Для него это тревожно. Ну и он видит, что другие диктаторы, с которыми он дружил все эти 30 лет, они тоже уходят с арены. Милошевича нет, Каддафи нет, Садама Хусейна нет. Фидель Кастро, с которым он дружил, тоже ушел. И он понимает, что время его, время вот такой тирании брутальной, сталинской, оно тоже проходит. Скажите, Франок, ну мы понимаем, что есть вот определенный процесс, да, как бы задатки будущего привлечения к ответственности Лукашенко и всех его подельников, да, по сути, вот мы сейчас об этом говорим. По вашему мнению, что сейчас уже способно поспособствовать, да, в дальнейшем ускорить соответствующий процесс? Сейчас важно, чтобы больше стран поддержали это заявление Литвы. В первую очередь Польша, куда больше всего белорусов выехали после 2020 года. Но другие страны также могут направить туда сообщение, что мы поддерживаем открытие такого расследования. Сейчас только об открытии расследования идет разговор. Оно может занять месяцы, может занять там год. Мы не знаем, но чем быстрее, тем лучше. Но и Украина, поскольку ратифицировал Римский статут, тоже вскоре может присоединиться, поддержать. Тем более там есть и другой иск против Лукашенко за депортацию украинских детей с оккупированных территорий. Это другое дело, другой трек. Но, видите, по совокупности всех обвинений и преступлений, которые совершил Лукашенко, это может послужить таким толчком для прокурора в Международном уголовном суде, чтобы делу дать ход. — Скажите, Франок, на практике что означает, как я понимаю, одни из последних заявлений самого Лукашенко о том, что да, действительно, принимаем сирот, нам Россия присылает, мы их принимаем и так далее, и так далее. То, что он это говорит. Можем ли мы считать, что по сути это такая, хотя бы и словесная, хотя, как мы понимаем, фактаж определенный есть, но по сути такая себе явка с повинной? — Ну, все диктаторы оправдывают свои преступления какими-то гуманными соображениями. — Не мы на них нападали. Не мы. — И Адольф Гитлер тоже так говорил, что порядок наводит, стабилизирует и очищает общество. Поэтому заявление Лукашенко, конечно, это вранье, это попытка спрятать преступления, оправдаться перед белорусами в том числе, что мы же там их не индоктринируем, а мы вот занимаемся гуманитарными программами. Но то, что там происходит, как происходит, это вписывается в международное преступление, учитывая контекст войны, в которой Лукашенко как будто бы официально не берет участие. Ну и есть доказательства, имена, есть листы, которые оформлялись там для перевозки этих детей. То есть достаточно всего, чтобы возбудить дело по этому направлению в том числе. — Я же человек. Мне тоже после президентства как-то жить надо. Моим детям я уже об этом говорил. Где-то я должен жить. Ну, благо, вот это, я говорю, домики. И я намного не претендую. Я буду жить в своей деревне. Русофобскую риторику подхватила и Харрис. Возможная преемница Байдена на посту президента заявила, что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Кейва. По словам Харрис, Украина должна иметь право голоса. 10 украинских будущих пилотов F-16 прошли ускоренное обучение на некой секретной базе на юго-западе Франции всем пилотам от 21 до 23 лет. Украинцев учили западным методикам боя, полетам на предельно малых высотах на большой скорости и ударам по складам. Дальше обучение на базе вооруженных сил Румынии, где украинские хлопцы будут тренироваться еще полгода уже на настоящих двухместных F-16 с инструкторами из Бельгии, Дании и Голландии. Продолжение следует...